Россия и Китай останутся стратегическими партнерами и после выборов 2018 года, пообещал Владимир Путин. На днях Дальнего Востока в Москве рассказали, как сделать карьеру в этом регионе и заработать на гектаре. Делегация Минобороны России посетила Пхеньян. Губернатор Хабаровского края рассказал журналистам об успехах своего региона. Филиппинские художники рисуют ветхие достопримечательности Манины. В Китае стремительно развивается рынок видеоигр. Президентские выборы в России в будущем году не повлияют на отношения Москвы и Пекина, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции. Глава государства подчеркнул, что страны будут оставаться именно стратегическими партнерами на длительную историческую перспективу. Путин напомнил, что товарооборот между двумя странами составляет около 63 миллиардов долларов. Китай участвует во многих крупных экономических проектах России. Говоря о потенциальных возможностях, российский лидер обратил внимание на то, что идея «шелкового пути» совместима с развитием Евразийского экономического союза и предлагаемого Москвой партнерства в Азии. Президент также отметил, что высоко оценивает решение последнего съезда Компартии КНР. По его словам, Китай развивается высокими темпами благодаря политике нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина и его предшественников. Все больше россиян, и в том числе москвичей, рассматривают возможность переезда на Дальний Восток. Бесплатный гектар земли в этом регионе уже получили более 33 тысяч человек. Чтобы он остался в собственности навсегда, по закону нужно освоить его в течение пяти лет. Что радует, люди сейчас берут осознанно землю. Удалось пройти тот самый период, когда брали просто так, попробовать. Сейчас берут осознанно, и мы знаем, что 38% участников программы берут для сельскохозяйственных проектов. Тем более на Дальнем Востоке потребность в еде, свежая продукция, она выше, чем в других регионах. Многие получатели Дальневосточного гектара собираются открывать парки и туристические зоны. Такой проект разработал и общественный деятель Хабаровского края Леонид Сунгоркин. Вместе с женой и сыном они взяли три гектара земли неподалеку от национального нанайского села Сикачи-Алян. Семья Сунгоркиных и их соратники уже провели на территории субботник и составили туристический маршрут по будущему парку. Мы хотим сделать один гектар под личное ЛПХ, так называемое подсобное хозяйство, где будут у нас выращиваться овощи, какие-то черемша, допустим, нанайское, манджурский чеснок, еще какие-то моменты, плюс, конечно, может быть, свинки, еще что-то. А два гектара мы хотим отдать именно под парк. Мы разработали туристический маршрут, назвали его от Бури до Буни, то бишь от Хабаровска до Чернолесья, так сказать. Ну и вот потихонечку уже стараемся аккумулировать. Заработать на полученном гектаре можно и объединившись с предпринимателями, которым для развития бизнеса нужно расширять территорию. Другой вариант – выращивать овощи, зерновые, поставлять молочную или мясную продукцию на заказ в другие регионы. Кроме того, Дальний Восток нуждается в квалифицированных рабочих и специалистах. Зарплаты там на 30% выше, чем в среднем по России. К примеру, стандартная зарплата электрогазосварщика составляет 50 тысяч рублей. Алиса Клемонтович, Сергей Новиков, Юлия Глазкова. Новости Большой Азии. Делегация российского военного ведомства посетила столицу Северной Кореи, чтобы принять участие в первом заседании совместной военной комиссии. Представители Минобороны побывали в исторических местах Пхеньяна и возложили цветы к монументу освобождения. Он посвящен советской армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны. Хабаровский край развивается в сфере бизнеса. Об этом на пресс-конференции в столице заявил губернатор региона Вячеслав Шпорт. В национальном рейтинге инвестиционного климата Хабаровский край поднялся на 30 позиций, тем самым показав открытость к новым бизнес-проектам и способность развивать уже имеющиеся. В Москве проходят дни Дальнего Востока и, как утверждает Вячеслав Шпорт, они станут площадкой для популяризации Хабаровского края. Надо отметить, что регион продвигает себя и другими способами. Хабаровский край заинтересован в привлечении новых инвестиций. Здесь реализуют крупные проекты. Строится автодорога «Обход Хабаровска», заводской конвейер наращивает производство самолетов «Сухой Суперджет». Идет освоение дальневосточного гектара. Илья Залевский, Павел Чуков, Юлия Глазкова. Новости Большой Азии. Возле исторических зданий филиппинской столицы Маниле можно увидеть группки художников и любителей искусства. Они приходят сюда с блокнотами и делают наброски, пытаясь сохранить разрушающиеся здания хотя бы в своих работах. Когда они узнали, что здание заброшенного театра в стиле ар-деко вскоре будет разрушено, то отправились туда. Они побывали и в старом коммерческом районе города. Инициаторы акции надеются, что публикация художественных работ в социальных сетях повысит интерес к сохранению культурного наследия Филиппин. «Мы потеряем эти здания, если не осознаем, что нужно беречь их», — говорят художники. В университетской аудитории десятки молодых людей сидят за компьютерами и сражаются с виртуальными монстрами. Сычуанский университет кино и телевидения — один из тех, где в последние годы дают образование в области компьютерных игр. Видеоигры стали в Китае самым распространенным хобби и зрелищным спортом. Этот сегмент рынка — один из самых перспективных. Как ожидается, в нынешнем году он принесет более 27 миллиардов долларов. Число вакансий здесь непрерывно растет, а зарплаты могут исчисляться тысячами долларов.